К столам теннисисты вышли только сегодня. В первые дни сбора упор был сделан на развитие функциональных возможностей спортсменов. У нас здесь проходит объемный сбор, то есть как по общей подготовке, так и по специальной подготовке. Плюс мы практически только сегодня вышли на столы, а до этого, то есть как бы 4 дня у нас была непосредственно создана база функциональной подготовки, где, ну, сами понимаете, что были праздники, то есть после них нужно поднять непосредственно функциональную подготовку, чем мы и занимались. На сборы в Сочи приехала и мужская, и женская команды. Всего 16 игроков. Сегодня теннисисты продолжают готовиться к чемпионату Европы. Его финальная часть пройдет в сентябре, а сейчас проходят квалификационные отборочные игры. Женская часть команды уже выполнила свою задачу, попав в 16 лучших сборных Старого Света. Ну, а мужчинам еще предстоит непростой матч за выход в финал с испанцами в конце января. Игроки, конечно, все знакомы. Не один раз с ними встречались. Команда достаточно крепкая. Они сейчас лидируют в нашей группе. Мы один раз с ними уже играли, проиграли. Там в Испании 3-2 в борьбе. Ну, нам все по силам. Я надеюсь, что мы хорошо подготовимся и сможем их одолеть. Готовятся к серьезному турниру и фехтовальщики. Спортсмены уже завтра вступят в борьбу за медали первенства России. На турнир приедут лучшие шпажисты, раперисты и саблисты страны среди юниоров. Кстати, этот турнир будет принимать Сочи уже второй год подряд. Мы очень благодарны, что построили такой прекрасный спорткомплекс. Потому что в таком месте, в таком городе, с таким климатом, с такими возможностями, нам так не хватало базы, в которой можно было бы проводить и сборы, и соревнования. Я считаю, что этот зал в состоянии выдерживать уровень не только российских соревнований, но и международных. Первенство России станет одним из важнейших этапов подготовки к первенству Европы и мира. Соревнования пройдут уже в феврале и марте. Ну а первенство России стартует на базе Югспорта уже завтра.